Триумфальная победа баскетболисток из ИГХТУ, видимо, не дает покоя департаменту спорта и туризма. В четверг все представители региональных СМИ были приглашены на пресс-конференцию, посвященную развитию студенческого баскетбола. На ней начальник департамента отчитался о том, как развивается этот спорт в области. Успехи наших баскетболисток и студенческих команд, и участие нашей баскетбольной команды «Энергия» в премьер-лиге – это результат комплексного подхода к развитию баскетбола на территории Иванской области. Вы знаете, что у нас функционирует областная детская иношеская спортивная школа «Импирского резерва» номер 4, в которой данный вид спорта культивируется. Там занимается более 350 воспитанниц. Вот только подход этот, видимо, заключается в моральной поддержке команды. Но вопрос журналистов, помогает ли материально команде областной бюджет, ректор хим. университета дал отрицательный ответ. К счастью, руководству и ГХТУ денег на своих спортсменок не жалко. Это разумное распределение небольшого количества денег, которое имеется в Ивановском химико-технологическом университете. Но при этом я хочу сказать, что спорт у нас финансируется достаточно хорошо. Если брать по объему, то финансирование спорта находится практически на первом месте. Вот и весь секрет успеха студенческой сборной ИГХТУ. И так называемый комплексный подход к развитию спорта со стороны департамента тут ни при чем. Правда, чуть позже Николай Зотов все-таки заметил, что в дальнейшем департамент постарается помогать девушкам по возможности. Только после этого чиновники оправданно смогут греться в лучах славы ивановских баскетболисток.